Сегодня в полиции состоялся брифинг, посвященный 1 сентября. Стражи порядка, руководители сразу нескольких подразделений, рассказали о том, какие меры будут предприняты для обеспечения безопасности наших детей. 1 сентября на территории города состоится ряд массовых мероприятий, посвященных Дню Знаний. В связи с этим личный состав нашего управления и отделов неведомственной охраны ОВО в период с 9 утра 31 августа до 9 утра 2 сентября будет переведен на усиленный вариант несения службы. В связи с этим все руководители управления, руководящий состав, будут нести службу в круглосуточном режиме. На период праздничных мероприятий за каждым образовательным учреждением закреплены руководители из числа начальников отделов и выше заместителей начальника полиции. Достаточно высокий уровень. И в период торжественных линеек данные руководители будут лично контролировать состояние правопорядка в школах. Уже с 30 числа, с 30 августа мы начинаем большую работу по обеспечению правопорядка на улицах. И в этот период, 30 августа, в ночное и вечернее время, по улице города будут патрулировать усиленные наряды полиции. Можно сказать, что в этот период плотность нарядов будет увеличена в два раза. А за сутки до того, как стартуют праздничные линейки, то есть 31 августа, совместно с военнослужащими будут по традиции проверены все образовательные учреждения на предмет полной безопасности и отсутствия взрывчатых веществ и взрывных устройств. Следующим словом на брифинге взял представитель ГИБДД. Ведь безопасность на дорогах – одно из ключевых направлений в работе полиции в период начала учебного года. Ну, уже традиционные для нас мероприятия, которые связаны с началом нового учебного года, проведены. Большой комплекс работ выполнен по обследованию уличной дорожной сети вблизи всех образовательных учреждений, как детских, так и средних. Кроме этого, совместно с управлениями, с администрациями школ, управления образования, разработаны на каждое образовательное учреждение паспорта. И одним из элементов такого паспорта является схема безопасного пути ребенка в школу. Ну и в связи с этим также хотелось обратиться еще к родителям нашего города, чтобы в преддверии 1 сентября еще раз со своими детьми они прошли по тому пути, по которому ребенок ходит ежедневно до школы и, соответственно, обратно. Чтобы глубоко, говорится, в памяти у него отложилось именно тот маршрут, по которому, так скажем, ходить безопасно. Традиционно большую работу в преддверии учебного года выполняет отдел по делам несовершеннолетних. Это также и акция «Помоги пойти учиться», профилактические меры по работе с трудными подростками и проверка безопасности объектов образования. Ну, хочу сказать, что за последние несколько лет фактически недостатков мы выявляем все меньше и меньше. Все образовательные учреждения фактически оборудованы видеонаблюдением, что является очень правильным, потому что можно проследить поведение ребенка в образовательном учреждении, в местах общего пользования. Можно в том числе легко вычислить какие-то совершаемые правонарушения в отношении детей, что очень важно в образовательном учреждении. Одним из недостатков, выявленным и в этом году, является свободный доступ в образовательные учреждения. На территории Красноярского края уже имеется несколько школ, где можно пройти только через турникет в школу с определенными пропусками, магнитные какие-то специальные пропуска у детей и их родителей. К сожалению, в нашем городе этого пока нет. Считается, что все образовательные учреждения, находящиеся на территории, зато они безопасны, потому что мы находимся уже за охраняемой территорией. Но однако же мы сами с вами понимаем, что в связи с тем, что и в нашем городе существуют лица, склонны к совершению преступлений, скорее всего, в ближайшее время мы придем к тому, что в школу могут зайти только лица, у которых будут специальные пропуска для этого. Это учащиеся, это родители, это педагоги и какие-то определенные лица, обслуживающие данное учреждение. По итогам брифинга участники подытожили весь личный состав УМВД Железногорска к несению службы в период проведения Дня знаний готов.